Смотрите, Магнус Карлсон, норвежский шахматист, чемпион мира в трех категориях. Классические шахматы, рапид и блиц. Ян Непомнящий, российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России, победитель турнира претендентов по шахматам. Это я рассказал, чтобы подчеркнуть значимость того, что произошло. На этой неделе 17-летний шахматист из Узбекистана Надарбек Абдусатаров на чемпионате Фиде по рапиду и блицу в Польше одержал верх над лучшими шахматистами из топ-6 мирового рейтинга Фиде. Надыра тепло встретили по возвращению в международном аэропорту Ташкента, как и полагается встречать самого молодого чемпиона мира по рапиду в истории. А также мастерство нашего соотечественника отметил и президент. Он подписал указ о награждении государственной премии Март Огло. Международный аэропорт столицы. Местное время. Два часа ночи. И мы встречаем нашего чемпиона мира Надарбека Абдусатторова, который буквально в канун Нового года подарил всем нам незабываемые эмоции. Чувство гордости за страну. Историческую победу на первенстве планете в Варшаве. Совсем молодой гроссмейстер, имя которого не было даже в списке претендентов на корону. Но именно он же переписал всю историю. Волнительные, радостные, долгожданные мгновения. Несмотря на позднее и зимнее время, встречать самого юного чемпиона планеты по рапиду. Автора мировой сенсации. Героя, вновь показавшего высокий потенциал и силу одаренной молодежи Нового Узбекистана, вышли его близкие. Наставники. Большая шахматная семья. Друзья. Коллеги. Он покорил миллион сердец. Достижение Надарбека яркое подтверждение огромного внимания, уделяемого главой государства для популяризации и развития шахмат в стране. В январе этого года вышло постановление президента Республики Узбекистан о дальнейшем развитии шахмата. Шахматы включены в дополнительную школьную программу. Разработана программа развития шахмата 2025 года. Среди шахмата Узбекистана и Министерство туризма и спорта активно работают над тем, чтобы шахматы развивались и дальше проводились крупнейшие международные турниры, в том числе и Кубок президента Республики Узбекистан проводился в этом году впервые в Узбекистане. А пока давайте вспомним те яркие победы в польской столице. В соревнованиях приняли участие около 200 шахматистов из более чем 40 стран, где наш Надарбек изначально не был в списке фаворитов. Недавно отметивший свое 17-летие спортсмен Узбекистана, к большому удивлению всех участников и специалистов, по очереди и уверенно обыграл мировую элиту. Магнус Карлсон, Ян Непомнящий, Фабиана Каруана, Ливон Аранян, Борис Гельфанд. Эти яркие имена составили список проигравших узбекскому гроссмейстеру. По словам главного тренера нашей сборной Сайдаль Юлдашева, основное преимущество Надарбека – это то, что он не боится своих соперников. Учебно-тренировочные сборы с участием и чемпиона мира Рустама Касымджанова. Успешные турниры в Испании в канун чемпионата мира стали основой хорошей подготовки. Мы надеялись на то, что наши ребята выступят наилучшим образом, обыграть сильнейших шахматистов. Но, безусловно, для нас стало очень приятной неожиданностью, начиная уже с победы над претендентами, а затем уже над чемпионом мира Магнусом Карлсоном. И в дальнейшем уже Надарбек показал свою наилучшую игру и заявил первое место, опередив и действующего чемпиона мира. И при этом он стал единственным, кто выиграл у него в партии. Также Надарбек стал самым юным чемпионом мира Парапиду в 17 лет. Раньше никто не добивался этой цели вообще. И для узбекистанцев также это первый раз в истории. И мы надеемся, что и другие шахматисты наши также продолжат и смогут одерживать победы. Рапид – это быстрые шахматы, где ограниченный контроль времени. И часто доля секунды решает исход матча. Оперативные принятия решения, правильные ходы требуют тщательной подготовки. Надарбек, который в день уделяет минимум 7 часов для любимому занятию, свои первые навыки в мире шахмат получил не от кого-то, как обычно бывает, а самостоятельно освоил их, наблюдая за тренировками брата и сестры. Мой брат Надарбек был очень стремительным, любил заниматься спортом. Он бегал, всегда не стоял на одном месте. Очень был активным. Мы начали заниматься шахматом, потому что это очень интеллектуально интересная игра и очень развивает разум, мышление. Смотря на нас, как занимаются, он тоже интересовался этим. Сколько лет ему? Тогда ему было где-то 4 года. Но тогда мы не знали, что он может добиться таких успехов. Как он начал заниматься шахматом, уже начали видеть, что он будет когда-то чемпионом мира. Вот и наш чемпион, подаривший огромную радость, незабываемые впечатления не только родным и всему народу Узбекистана своими победами на мировом чемпионате. Это, конечно, очень большое достижение для меня. Впечатления были очень хорошими. И организация турнира тоже была на высочайшем уровне. Я хочу поблагодарить наш народ за поддержку и за веру в меня. И я посвящаю победу в первую очередь своим родителям. Конечно же, я огромную благодарность хочу выразить нашему уважаемому президенту Шаклату Мурамоновичу. Я очень надеюсь, что дальше будет все выше и выше. В этом году будет проходить Всемирная шахматная олимпиада. Поэтому мы будем со всей силы готовиться к этому соревнованию. И мы докажем, что Узбекистан является одним из сильнейших шахматных держав. Интересный факт. В 2017 году Недорбек в своем интервью журналистам сказал, что через пять лет он будет в списке самых сильных шахматистов. Сегодня он доказал, что это не пустые слова. Хорошо продуманные стратегии и отличное ее исполнение. Недорбек в соответствии с указом президента был удостоен государственной награды Март Углон. Кроме этого, он получил двухкомнатную квартиру в Ташкенте. Это слышал в первую очередь своей мамой. Она сказала, что вот наш уважаемый президент Шаклат Мурамонович тебя поздравил и наградил тебя премией Март Углон. И я очень этим горжусь. Для меня очень большая честь и выражаю огромную благодарность нашему президенту. Такая честь, уважение, поощрение со стороны главы государства в первую очередь обрадовали его родители. Недорбек – один из четырех наших перспективных шахматистов, кого специалисты называют «золотым поколением». В составе сборной на чемпионате мира в Варшаве достойно выступил еще один игрок. Это великолепный четверки Чавахур Синдоров. По итогам блица он оказался десятки сильнейших. Мы получили большой опыт, играя против мировых звезд, но смогли сказать и свое слово. После победы моего друга Недорбека они ощутили силу узбекской школы. Шахмат, говорит Синдоров. Действительно, эта победа с большой буквы открыла новую веху в мировой истории. В этом году нашей сборной предстоит участие на всемирной шахматной олимпиаде, где мы также надеемся и верим в успех этих ребят.